Всем привет дорогие друзья! Давненько я не снимал новых выпусков И вот сегодня мне очень захотелось с вами поделиться моим огородом на подоконнике Как я готовлюсь к весеннеполевым работам, находясь при этом еще дома Начну, видите, куча у меня здесь такая вот штучка, тут такие штучки Это я все буду рассказывать и показывать Давайте по порядку Здесь я высаживал микрозелень Я люблю зелень, я мясо не кушаю и вместо нее кушаю зелень Так вот, кто хочет посадить микрозелень, я так вот увеличу Это не микрозелень, про нее сейчас отдельно скажу Вот это вот Вы знаете, что очень неудобно садить в землю Вот когда садишь в землю, ты вот когда хочешь достать на салатик, я сейчас покажу вам Вы видите вот корешки, да? Вот так, чтоб на белом фоне Они все в земле И как ты не мой, как ты не вымывай, эта земля полностью не вымывается То есть не очень удобно выращивать в земле Поэтому как-то я не ем эту микрозелень Не прижилась она у меня Я, друзья, ходил в лес гулять Я часто хожу в лес гулять Когда мне хорошо или когда мне не очень хорошо на душе Всегда я хожу в лес Так вот, смотрите, я там взял вот такой вот орех Упал, видимо, с дуба там Вот такой орешек И я думаю, воткну-ка я его в землю Я воткнул его вот сюда в землю посерединке И смотрите, что у меня выросло Какое мини-дерево выросло Очень рекомендую вам с детьми пойти в парк, пойти в лес Если это у вас сейчас зима не очень снежная Я живу в Белоруссии, сейчас зима как будто весна или лето Очень теплая Взяли вместе с ребеночком, посадили И если ребенок вырастет с желудя Вот такое хотя бы деревце, минимальное, маленькое Он никогда не будет на деревьях ломать ветки Никогда не будет ломать кусты Он будет знать, насколько это хрупкое создание И насколько им надо много сил, чтобы Вырастить хотя бы вот такой вот Красивый саженец дерева Ну, сейчас не об этом Сейчас я расскажу чуть-чуть о другом Беру другую коробочку Беру коробочку вот эту Сейчас я приближу Вот так вот Я купил семена павлонии Павлония это быстро растущее дерево Наверное, самое быстро растущее дерево на земле Но в белорусском климате Как бы оно не очень растет А вот Я купил семена Того дерева, которое Адаптировано для Беларуси И вот видите на таких Мини теплички Из семян Вот такие вот Проклюнулись ребята Ребятишки Вот Вы видите, да Их уже надо будет пересаживать В отдельные штучки Кроме того Вот вы его здесь видите Кое-кто пошел расти Вот это вот Я не буду доставать Пошел расти из косточки Даже достану Вот смотрите Вот вам покажу Оп-оп-оп-оп Это была яблоня Это косточка яблони Которую я также укореняю Это будет Обалденно вкусное яблочко Что надо сделать Если вы хотите Вырастить Из косточки яблоневой Вот такое вот Деревце Сейчас его Воткну Чуть-чуть Вот так Берете грунт Любой грунт Хорошо его увлажняете И туда кладете косточку В феврале И большая вероятность Что у вас все получится Эту мини-тепличку Я вам показал Идем дальше Это еще не все Есть у меня еще одна коробочка Но перед этим Я вам расскажу Про замечательную штучку Вот Есть В моем городе Очень редкое дерево Их всего два И они настолько редкие Что о них когда-то говорили По телевидению местному У этого дерева Вот такие вот Вырастают Не знаю как это назвать Плоды Не плоды Вот как Такая штука вырастает Вот прям на ветках Я вот в феврале сорвал Интересно кстати Замечать эти деревья В центре города находятся И Интересно было наблюдать За прохожими Когда Я такой дядька Не совсем Молодой Прыгаю Потому что эти плоды Высоко находятся Чтоб сорвать их И когда сорвал Несколько штук Я вот тут их взял Вот столько там Видите Они сами В тепле Разделяются Так вот Прохожие на меня Смотрели Как на Ну не знаю Как на кого Но смотрели Неоднозначно Когда я довольный Насобирал этих Плодов Таких вот И ретировался Кто знает Может мне скажет В комментариях То я буду Очень признателен Название этого дерева Вот это вот В длину Вот эта штука Около 30-35 сантиметров Вот Когда она разделяется Вот так Когда в теплое помещение Приходим Она разделяется И в ней Находится Сейчас уже Новая баночка У нас появляется В ней Находится Много-много-много-много Вот таких вот Штучек Вот таких Семян Можно так сказать Вот они Какие Красивые Их много-много-много Там Вот они Так Выглядят Вот сейчас Настроится Настраивайся Вот Настроилась Видите Там два Семечки А вот этот Я уже Прорастил Вы видите Малюсенький Малюсенький Уже растет Растет Новое дерево Их у меня Много Оказывается Я провел Эксперимент Одну партию Я взял Вот такие Мешочки Это мешочки Для рассады Я купил На Алиэкспрессе Обалденная штука В общем Мне нравится В общем Все просто Как всегда Засыпал семян Поместил В обычную кружку И налил воды И забыл Забыл На неделю То же самое Те же семена Я Высаживал Вот в этот Грунт Тоже Его хорошенько Увлажнил И Я смотрю Здесь Ну Не очень Все весело Не очень Все весело По поводу Укоренения Я так Переворачиваю Большинство Из них Не Укореняются Хотя Вот видите Вот одно Пошло Вот Видите Я вам сейчас Покажу О Пошел Один Расти Но Проценты Гораздо Меньше Видите Беленький Наклюнулся Еще Еще Вот этот Пойдет Скоро Давайте Еще Копнем Чуть Чуть Вот сюда И Процент Очень Очень Маленький Здесь Видите Только Только Вот Камера Сейчас Покажет Вот здесь Только Начинает Проклевываться Что я Сейчас Делаю Я Возьму Большую Емкость Мы Сейчас Прям Вместе Это И сделаем Как Делать Дальше То есть Мы Взяли Вот такие С дерева Сорвали В феврале Их Растормошили Достали Из них Вот Такие Вот Штучки Вот Они Берем Землю Я Взял Землю Вот Такую Емкость Большую Такую Большую Емкость Здесь Вы Видите Много 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 Всего Я Взял Это Все С Компостной Кучи Ничего Не Выбирал Не Перебирал Все Как Есть С Камушками Там С Червячками Совсем Все Это Нам Понадобится Вот Что Мы Делаем Я Беру Пулевилизатор И Пулевилизатором Хорошенько Поливаю Влажно Делаю Очень Очень Влажно Я Вам Маленький Фрагмент Покажу Как Я Это Делаю Беру Наши Красавцы Достаю Вот Так Вот Доставайтесь Пацаны Доставайтесь Вот Такие Молодцы Все Набухли Все Такие С Корешочками Уже Вот Смотрите Какой Красавчик Вот Он Какой И Берем Его Вот Этим Корешком Кладем Вниз Особо Не Придавливать Ничего Не Надо Беру Ищу Следующий Который Укоренился Вот Который Пустил Росточки Вот Один Вот Второй Где Он Повернись Да Вот Они Смотрите Два Красавца Видите Беленькие Зубчики И Через Расстояние Точно Так же Просто Кладу Не Придавливая Ничего Не Делая Вот Еще Один Нашел Который Уже Пошел В рост Точно Так же На Расстоянии Пяти Сантиметров Емкость У меня Большая Позволяет И Возьму Еще Один Для Примера Вам Показать Вот Так Вот Положили Берем Дальше Пулевизатор Сейчас Я Уберу Все остальные Вот Еще Один Положу К руке Прилип Вот Так Просто Кладу И Сверху Чуть Чуть Мелькой Чуть Чуть Буквально Слой Может Три Миллиметра Чтобы Даже Где-то Проглядывало Все И Сверху Опять Водичкой Попрыскали Попрыскали Водичку Лучше Брать Дождевую Лучше Брать Если Есть Снег Со Снега И Потом Это Все Мы Прикрываем Вот Такой Стрейч Пленка Или Как Она Называется И Делаем Вот Такую Тепличку На Подоконник Если Он У вас Теплый Можно Ставить Лишь Бо Он Не Был Горячий На Батарею Я Ставить Не Советую Спариться Все Это Дело Вот Такой Парничок Сделали Все Мы Довольны Все Наблюдаем Все Растет Мы Красавцы Радуемся Вот Такой Мини Обзорчик Но Больше Всего Я Конечно Удивлен Вот Этому Вот Дубу По-моему Это Дуб Видно Что Дубок Вот Возможно Даже Красный Дуб Не знаю Но Очень Листик Появился Появился А Вот Там Новые Что-то Растут У него Тросточки Интересно Как Оно Будет Развиваться Это Гораздо Интереснее Телевизора Мне Пришла Сразу Гениальная Идея Пересадить Наш Дубок В Отдельную Большую Ёмкость Будет Удобно Приятно Комфортно Вот В Ёмкости Я Предварительно Сделал Дырочки Ёмкость Тысяча Миллилитров Один Литр Вот Здесь Будет Комфортно И мы Будем Смотреть Как Развиваются Его Корни Кроме Того Мне Интересно Какая У него Сейчас Корневая Система Для Этого Я Беру И Удаляю Всю Микро Зелень На Салат Просто Убираю Вот Так На Тарелочку Кто-то Сегодня Покушает Салат Вдоволь Вот Видите Что я Говорил По поводу Того Что Не Очищается Всякие Палочки Земли Не Очищается Хорошо Вот Эта Микро Зелень Видите Сколько Песка И Поэтому Я Как Человек Очень Ленивый Долго Бороться С Этой Этим Песочком Ну Как-то Мне Не Есть Это Нравится Не Есть Это Хорошо Всякие Палочки Попадаются Ну Это Я Потом Сделаю Вот Очищаем По-быстренькому Вот Так Возле Дубочка Нашего Все Основной Микро Зелень Мы Собрали Готово Теперь Обильно Обильно Надо Полить Все Это Дело Поливаем Я Беру Вот Эту Зелень Которая Есть У Нас Здесь Прямо Вот С Этой Микро Зеленью Совсем С Вот Этой Трухой Всякой Она Очень Хорошо Пойдет Мелкие Веточки Камень Прекрасно Прекрасно Заполняю Все Наше Пространство До Половины Еще Отсюда Подцепим Вот Так Вот Видите Косточки Попадаются Тоже Пойдут Все Это У нас Пойдет И Теперь Мы Это Дело Поливаем Предварительно Водичкой Пусть Оно Все Пропитывается Кашу Малашу Делаем Вот Так Чтоб Сразу Корни Были Во Влаге Кто Делал В детстве Кашу Малашу Признавайтесь В комментариях Я Любил Делать Кашу Малашу Вот Из земли Из песка Вот Такую Из каши Малаши Варил Не знаю Что там Суп Варил Или что Или кашу Или первое Второе Третье Вот Все Земля Вот такая Вот Видите Какая Хорошо И Теперь Ответственный Момент Постараться Не нарушить Корни Прямо С горочкой Взять Вот Эту Жижу Ну Просто Очень Хочется Мне На корни Глянуть Какие Они У нас Поэтому В качестве Исключения Я Для вас Покажу Его Корневую Систему Потому Что Мне Самому Интересно Смотрите Смотрите Какая Она Огроменная Пошла Смотрите Что Она Вытворяет Вот Из Такого Маленького Желудя Пошла Корневая Система Огромная Вы Видите Какая Огромная Система Сантиметров 7-8 Здесь Маленькие Корешки А здесь Уже Корень Но Толщиной Где-то Так С Миллиметра 4 То точно Чувствуется И вот Видите Здесь Зарождаются Уже Маленькие Росточки Листики Вот он Маленький Смотрите Какой Красивый И вот Он Какой Ой Какая Красота Не Налюбуюсь Все Надо Скорее Его Сажать Посыплю Коя Еще Земельки Чтоб Получилось Не Очень Глубоко Спрятано В землю То есть Заглублять Тоже Не Есть Хорошо Берем Водичку Обильно Поливаем Делаем Кашу Малашу Опять Нашу Болтушечку Никаких Удобрений Никаких Ускорителей Роста Корнеобразователей Прочей Химии Я не Рекомендую Потому что Природа Сильнее чем Природа Ну ничего Нету Ну По крайней Мере Я для себя Так решил Вот Я особо Не заглубляю Покажу Вам Вот так Оно будет Сидеть Чтоб Корневая Шейка Была Не Ниже Уровня Земли И Засыпаю Все Земелькой Засыпаем Земелькой Вот Такую Мы Операцию Проводим И Практически Мы Потратили Всего Несколько Минуток И Благодаря Этим Несколько Минуткам На планете Земля Будет Плюс Одно Красивое Дерево Которое Впитало Нашу Любовь Нашу Заботу И Будет Отдавать Делиться Этой Любовью Светом С нашими Детьми И Возможно Даже Ихними Детьми Вот Такая Красота Прижать Хорошенько Надо Корни Вот Так Все Умываю Руки Так И Осталось Вытереть Наш Вазончик Так сказать Вот Такая Штука И Поставить Его На Окошко И Любоваться Но Согласись же Какая Красота Чудеса Вот Ну Это еще Не все Что я Вам Хотел Показать Из Своего Огорода Так Сказать На Подоконнике Есть У меня Еще Кое Что Для Вас Припасено Напоследок Вот В таком Пакете У Меня Находятся Черенки Винограда Череночки Виноградика У Меня Находятся Во Влажной Стружке Отпила Материала Обязательно Влажная Надо Периодически Проверять Верхушки Каждого Черенка Винограда Я Обработал Воском Просто Макнул В растопленный Воск И все Сейчас мы Поднимем Один черенок И посмотрим Что к чему Я их Недавно Только Положил На Укоренение И Вы видите Влажненько Все Это Хороший Признак Чтобы Не Пересыхали И Не сильно Были Увлажнены То есть Глубоко Не надо Чтобы В воде Были Как говорят Но Вот Вот Примерно Так Скоро Начнет Пробуждаться Почечки И Начнет Пойдет Укоренение А вот Теперь Уже Все Это Все Что Я Хотел Показать Спасибо Вам За Внимание Увидимся Друзья В Новом Выпуске До Встречи Пока Пока Субтитры